МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Вот и наступил 2096 год. Праздники проходят, остается ностальгия по-прошлому. Давайте попробуем вернуться лет эдак наста назад и посмотреть, чем жила наша страна тогда. И поможет нам в этом человек, которого мы сегодня пригласили в студию. Большой специалист по России советского и постсоветского времени, хроник этого времени Михаил Михайлович Жванецкий. Добрый вечер. Добрый вечер. Пауза. Михаил Жванецкий. Советский, впоследствии российский писатель. Сатирик. Детство провел в Одессе. Юность прошла в Одесском порту, где он познал все тяготы жизни народных масс. Его университетами стал Ленинградский театр Аркадия Райкина. В 1969-м он, следовав плодотворные традиции сатирического искусства, ушел из театра, чтобы создать свой. И вскоре, 20 лет спустя, открыл московский театр миниатюр. Этот трудный для художника период отмечен целым рядом талантливых произведений. В широко известных рассказах «Я видел раков», «В порту», «Холера», «Похороны» автор создал романтические образы свободолюбивых людей. В своих миниатюрах в аллегорической форме он призывал к свободной жизни и отразил процесс формирования личности советской и российской действительностью. В 1994-м году за доблестный труд и в связи с 60-летием награжден Орденом Дружбы Народов. Из хрестоматии «Ваше наследие» издательство «Вечность и личность», 2096-й год. Издание «Пятое» исправлено. Михаил Михайлович, 100 лет назад, конец 1995-го, начало 1996-го года, как бы вы охарактеризовали это время? Конец 1995-го, начало 1996-го? Как все характеризуют? Как время переходное, как время переходное к третьей жизни, о чем я уже говорил. Время переходное к третьей жизни, то есть мы прожили тяжелую, как я помню, тяжелую первую жизнь, такую нашу коммунистическую, тяжелую первую жизнь. Потом, сейчас мы живем второй жизнью, то есть вот тогда, в 1995-м году мы жили второй жизнью, и я думаю, что где-то с 1997-го началась третья жизнь. Началась жизнь нормальная, разнообразная, где каждый примерно представлял, какое место он может занять по своим способностям и по своему таланту. У кого таланты, у кого способности, у кого руки золотые. Возвращаясь к тому времени, нам, кроме этой вырезки, вот из «Хрестоматии» практически ничего не удалось найти на Михаила Михайловича Жванецкого. Только вот старые, пожелтевшие газетные статьи. Не осталось ни книг, ни записей, ни пластинок, ни кассет. Чем занимался Михаил Михайлович в то смутное время? Поднимал настроение, настроение поднимал, и людям объяснял, как мне кажется, объяснял, какой жизнью они живут. Объяснял. Хороший, значит, говорил хороший. Плохой, говорил, смешной, так смешной. Но немножко, я думаю, вы плохо копали. Должны были какие-то остаться книжки. Хоть немножко. Просто он писал коротко очень, но книжки должны были остаться. И книжки маленькие. Пластинки, может быть, гнили. Пластинки могли сгнивать, они были тогда на пленках. Они были на пленках. А книжки маленькие, но должны были остаться, если бумага не сгнила. Объясните, пожалуйста, вот один факт странный. Вот в одной из газет тогда, сто лет назад, он написал, если вы выберете коммунистов или жириновцев, я уеду к чертовой матери. Или помру, или уеду. Я сам выберу этот путь. Это, в конце концов, одно и то же. И да, на выборах победили коммунисты, а потом он никуда не уехал и не сделал второго. Его видели в прямом эфире программы, которая, по-моему, называлась «Час пик». В 1996-м в начале. Почему? Это был шантаж или попытка склонить электорат? Это не было ни шантаж, ни попытка склонить электорат. Мы с вами просто еще пока вот сейчас говорим о том времени, когда он еще не понял, что такое победа коммунистов. Он еще не знал, что это такое. Он думал, может быть, это не так страшно, как ему кажется. Может быть, это люди живые, прежде всего, коммунисты. Может быть, это не нашествие стены и камня. А это все-таки из тех людей, из наших. Может быть, они понимают, что нельзя убивать остальных людей. Может быть, они понимают. Может быть, они понимают, что жизнь должна быть свободной. Он решил тогда, в том времени, подожду еще. Он решил, подожду, не буду умирать. А вдруг? Ну, не может же быть. И просил не цепляться за это его слово. Не цепляемся. Не выталкивать его ногой из этой страны. Не мазохизм ли это делать такие заявления, когда возвращение прошлого дает такую пищу для профессии, для таланта, для ума? Не мазохизм. Если бы он думал о себе, он бы так не говорил. Он бы приспособился еще раз к коммунистам. Еще раз. Он просто думает, что нельзя жизнь нашу менять в такую плохую сторону. Он говорит не о себе. Он бы мог приспособиться. В конце концов, он и при коммунистах жил. И, в общем, так получается, что неплохо, потому что популярность была огромной. Но он не хочет. Я не хочу. Я перехожу к сегодняшнему. Он когда-то сказал, что... Я не хочу. Я хочу, чтобы все люди жили лучше так, как мне кажется. Потому что Москва и Петербург проголосовали так, как он хотел тогда. Значит, он был не один. С ним были огромные города. С ним не было тех, кто делает танки. С ним не было тех, кто не может приспособиться. Но с ним были те, кто вместе с большими городами умеет смотреть чуть выше. Ну, сейчас... Чуть сверху. Сто лет спустя мы-то с вами знаем, что все кончилось нормально. Ну, я думаю... Он когда-то говорил, что политической сатирой стал заниматься как бы с подачи Горбачева. А в 96-м его политическая муза, она персонифицирована? Кто-то побуждает его этим заниматься? Нет, Андрей, мы должны будем перейти все-таки к сегодняшнему времени. Переходим. Потому что люди, они прием долго не выдерживают. Вот прием. Сработал, все. Мы же люди театра. Сработал, перешел. Горбачев родил Жванецкого как политического... Почему? Меня родил Брежев, меня родил до этого. Меня родил Райкин и советское время. Ну, по словам самого Жванецкого. Ну, Горбачев нет. Горбачев нет, нет, нет. Он не родил меня. А сегодня кто вызывает желание? Вот сегодня, слава богу, абсолютно... Я даже никакое счастье. Плохо знаю, как зовут министра культуры. Совершенно не знаю, как зовут министра нефтяной промышленности. Вот просто знаю внешне. Так с трудом запомнил имя председателя министра. Я считаю эту жизнь очень нормальной. Когда не знаешь, ну, Бориса Николаевича, я помню имя, и прекрасно. А так, видите, как невелико влияние их на нашу жизнь. Мы не обязаны и не знаем их имена отчества. А раньше мы все бегали, кто ставочки дает, кто чего-то... Фамилию Смущенко помнил каждый артист. Эта фамилия была в министерстве культуры. Он доставал, значит, было 9.50 ставка, потом 10.50, потом 11.25, потом за талант добавляли еще 50 копеек и за выживание еще 30 копеек. Значит, тогда мы знали. Сейчас мы не знаем их фамилии. Я считаю, это нормально. А что же сейчас побуждает заниматься, продолжать заниматься этим? Побуждает продолжать заниматься этим. Во-первых, ну, получается так, что мне люди объяснили, что это профессия. Во-вторых, я этим могу зарабатывать. Но даже уже не так важно. Важно, что я понял, что я доставляю удовольствие. Ну, как же можно не писать, если вокруг сидят и ждут удовольствие? Правда? Значит, я должен... Вот вы меня сегодня пригласили. Почему? Вы хотите доставить удовольствие тем, кто будет нас смотреть. Святая правда. Правда? Значит, я должен прийти, чтобы доставить им удовольствие. Я уже понял. Я сам себе не принадлежу. Все. Надо идти. Ты ходячий в удовольствие. Ты кому-то радость. Сейчас, Михаил, не сиди дома. Выйди, доставь радость, говорю о себе. Вот и все. Конечно, заплатят вообще изумительно. И я себе какую-то радость доставлю. Там, что-нибудь куплю хорошее. Люблю всякие аппараты, радио. Там, правда, быстро очень угасает. Ну, полчаса покрутил хорошее радио. И угасло. Значит, надо дальше идти. Ну, с Казафа скажем бы. Давайте, конечно. А вот там справа листочки. Есть, конечно. А чего? Вот они с портфельчиком. Достает себе из портфеля. Достает себе из портфеля. Вот, например, вот, что пишу я об автопортрете. Свой автопортрет. Как только растрезвонился, что пишу, так и перестал. Автопортрет в цифрах называется. Характер подскочил и взорвался. Обида не пролезает в дверь. Новости оседают крупно. Это отдельные фразы такие. Дальнозоркость не переходит в дальновидность. Организм отменил рабочие дни. Паника выросла и распустилась. Обувь, одежда не употребляется и не изнашивается. Это мой возраст. Кольцо покойников сужается. Температура падает. Давление растет. В цифрах происходит следующее, двоеточие. Интерес к дамам ниже обычного на несколько сантиметров. Сила в руках на сжатие 15 ангстрем на растяжение 6,62,8 джоулей. Удар лбом в стену с размаху 12 атмосфер. Задом в дверь с разбегу 15,6 килограмм на сантиметр квадратный. Удар кулаком с плачем и слезами 3,6 атмосферы. На замечание огонь в глазах ответный 11 свечей. Подъемное усилие на чемоданной рукоятке 38 килограмм. Все точно, кстати. Спиной подъем с разгибом 9,6 килограмм сантиметр квадратный. Тяговое усилие на тележку всем телом до 70 килограмм на колесо. Сила звуки при скандале 98 дБ. Выброс слюны при этом 6,3 метра. Уход в себя. Вот это интересно. 1 час 15 минут. Выход из себя 0,3 секунды. Приемистость от 0 до точки кипения 16 секунд. Давление на стул в покое 13 атмосфер. В волнении 3 атмосферы. Давление на перо при описании жизни 234 атмосферы. Дружеские обятия 3 атмосферы. Вражеские обятия 12 атмосфер. С поцелуем токсичностью четвертой степени. Ходовые характеристики. Двоеточие. Продолжительность бега по равнению на скорости 2 километра в час 30 секунд. По перещенной местности 20 секунд на скорости 1 километра в час. Скорость при подманивании 2 метра в секунду. Добывание пищи 3 часа, пережевывание 1 час, переваривание 4 часа, пережевание после этого 3 часа, лечение 6 дней. Умственные характеристики, двоеточие, принятие правильных решений 5 секунд, неправильных 24 часа. Принятие неприятностей на свою голову 0,2 секунды и избавление от неприятностей 2 года. И в конце. Итого, двоеточие. Вошел в медленную часть быстротекущей жизни по желанию родителей, вышел в середине бурного потока по велению сердца. Все. У нас так мало времени, что я не знаю даже сколько читать. Но видите, немножко грустно. Но, по крайней мере, как есть. Спасибо. Благодарю вас. Я думаю, хором сейчас народ говорит то же самое. Досмеивайся. Да. Михаил Хлафович. Во-первых, я хочу не забыть, простите, Андрей, что сейчас Новый год, я хочу всех поздравить. Вот это все-таки сегодня второе число. Мы согласились встретиться в такой день, это уже большой подвиг. Я выволокся, я очень люблю проводить время в постели, горизонтально. Размышляя. Так лежа и размышляя. Это самое лучшее, что я могу. Но я все-таки встал, чтобы доставить удовольствие. Постель горизонтально. Продолжая тему о доставлении удовольствия. Встал, чтобы доставить удовольствие. Вот у меня уже хорошее настроение, уже все нормально. Размышляя о постели, горизонтальном положении и так далее. Завоевать женщину, это тоже что? Завоевать публику. Приемы одинаковые? Как, кстати, вы плавно перешли. Как жаль, что я вам дал повод. Я не собирался сегодня говорить о женщинах, но Новый год. Нет, я о публике. Собственно, это половина нашего народа. Если кто-то присматривается, это даже большая половина. Не то, что лучшие, то, что красивые, это все знают. И сейчас вот и Гена Хазанов, тоже женщины, женщины в содержании его монолога. Вчера мы все смотрели его юбилейный концерт. О том, что у нас лучшие женщины, я, кстати, с этим согласен. И это тоже, вот, так сказать, открытие всех нас после того, как мы влились в цивилизованное общество, открылись границы, мы убедились, что, боже, есть ради чего вернуться. Так, там у вас был какой-то вопрос. Завоевать женщину и публику. Так, так, так. Приемы для этого используемые. Одни и те же? Андрей, вопрос правильный. Очень, это одно и то же. Одно и то же. Вот видите, я не могу даже с вами беседовать, потому что вы не женщина. О, была бы на вашем месте женщина. У меня бы все получилось, я бы распустил хвост. Там уже нет целого хвоста, но отдельные перья сохранили ту красоту. Помните, такой переливистость. Женщина, ну, она поощряет. Какая бы она ни была, какого бы возраста ни было, она дает тебе повод еще о чем-то думать, кроме того, что говоришь. Ведь слова для женщины не так важны, как то, что стоит за ними. То есть, это и есть природа творчества. Что там стоит за словами? Там душа с душой говорит. Там, вот что такое искусство? Это разговор души и души, как мне кажется. Это через буквы. Мы когда читаем хорошую книгу, мы через буквы уходим в душу автора. Бунина, Чехова. Он душой в нашу душу сообщает через буквы. Или, можно сказать, посредством таланта. Михаил Михайлович, а мы меняемся, публика меняется. Вы давно на эстраде. Вот это вот общение душ. Меняется, меняется, меняется. Что там меняется? Меняется, меняется. Публика нынешняя, та главная, которая ощущает душу, она находится дома. У нее нет денег. Она не ходит в концерты. Мне Бог дал не очень хорошее средство общения со сцены. Он мне дает возможность жить благополучнее, чем если бы я писал. Но вот если бы я писал, я бы сохранил свою аудиторию. А сейчас ко мне приходят, я уже рассказывал, люди более легкомысленные, лучше зарабатывающие, легче проводящие время, от этого не вникающие в то, что я пишу. Но они у них зато, если у меня есть второй слой, он для них. То есть первый слой, он для них. А второй слой для тех, кто сидит дома. Видите, как хорошо писать многослойно. Ты обслуживаешь всех. А для кого вы пишете? То, что не всегда произносите со сцены. Это для истории. Это для тех, кто через 100 лет. Это для тех, кто будет через 100 лет. А почему так мало? Потому что я пишу коротко. Я нервный, я психованный. Я только начинаю писать, я чувствую, кончилась мысль. Ну не тяни резину, миша, мне организм подсказывает. Бросай, бросай перо. Придет следующая мысль. Придет следующая мысль. Вот я тут написал маленькое такое. Придет следующая мысль. Значит, придет следующая мысль. Мне надо. О, у нас в Приднестровье воевать труднее, чем в Афганистане. Форма одинаковая, лица одинаковые, язык одинаковый. Да чёрт вы воюете, ёлки-палки. И так далее. Чёрт вы воюете, спрашиваю я. Хотя воевать труднее. Потому что это всё коротко-коротко-коротко-коротко. Я тут ещё что-то хотел коротко. Но вы пока спрашивайте. Пока спрашивайте. Не будем пока искать, потому что это длинное дело искать. Хорошо, Флан Халыч, вернёмся к теме женщин. Я хочу показать, вон она сколько, вон она сколько, вон она сколько. Вот это всё можно читать. Это лекарство? Да, там дальше лекарство. Это нет, там два отделения. Лекарство для остальных? Это да. Это удовольствие, лекарство. А там для меня. Лекарство для того, кто производит эти лекарства. Я всегда любил копаться в женских сумочках. Когда при мне какая-нибудь симпатичная Жанна открывала сумочку, чтобы что-то достать, я тоже запускал туда руку и не глядя там копался-копался. Там масса интересного. А почему Жванецкий распускает вокруг себя такой аромат сексуальной доступности? Это не миф, который он творит для того, чтобы так войти? Нет. Не распускает Жванецкий аромат сексуальной доступности. Нет. Нет. Он всё время, он по неволе от природной своей особенности, что-то кажется, что за этим есть. Я думаю, что действительно за этим что-то есть. Если речь о сексуальности, что-то за этим есть. Но я считаю, что секс – это слова. Я не думаю, что это действие. Это уж, пожалуйста, пусть технически подготовленные люди. Я не думаю даже, что это мускулы. Вовсе нет. Я думаю, это слова. Если бы здесь сидела на вашем месте женщина, она бы сразу поняла и согласилась. Сказала бы «да». А вы пытаетесь размышлять. Над этим не надо размышлять. Хорошо, не буду. А Клара Новикова, с которой вы общаетесь... Я, кстати, вам буду давать знак рукой, и вы тогда размышляете. Хорошо, понял. Отмашку. Клара Новикова, с которой вы работаете, у вас ведь театр, и она как бы одна из совладелец этого театра, да? Конечно. Нас трое. Карцев, Клара и я. Но мы не по репертуару. Я не художественный руководитель настоящий. Я просто как бы веду это кооперативное дело. Веду это дело. Просто где надо к начальникам пойти, где что-то еще средства попросить. Но я не руковожу Кларой как артисткой. Она совершенно самостоятельна. Михаил Михайлович, а вы становитесь потихоньку и деловым человеком, да? Нет. В связи с этой жизнью, нет? Нет, не могу. Ничего не получается. Несколько раз пытался разбогатеть, полный провал. Ничего не капает нигде. Ничего не удается. Пытался, пытался. Журнал издаю, магазин. Прекрасный журнал. Кстати, между прочим, покупайте, между прочим. Очень смешной журнал. Хороший, по-настоящему. Литературный, иронический журнал. Но ввиду того, что мы попали все в такое время, вот грянула свобода, бах, все раскрылось. И когда мне говорят, эти бастуют, эти бастуют. Как бастовать, я понимаю. А вот я хотел бы, чтобы они посмотрели, все наше население, на тех, кто богатеет, на тех, кто открывает банки. Откуда они научились? Вот вопрос. Я восхищен тем, что столько людей, молодых, научились организовывать свои дела. Понимают депозит, активы, акции. Как они научились? Вот я говорю, на кого надо смотреть-то? Ну, очень просто, конечно, добывать уголь, который никто не покупает. И долго там, или танки клепать, которые никто не берет, и бастовать. Ну, конечно, приходится. Но посмотри хотя бы на тех, кто это все делает. Уже столько выросло банков. Откуда? Они что, из Гарварда все приехали? Этим людям приятнее поднимать настроение, чем остальным? Нет. 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 Я хочу поднимать настроение всем и отношусь ко всем людям хорошо. Я просто пытаюсь снять немножко озлобленности и обреченности у тех, кто не может, как я, организовать свое дело. Я физически работаю. Вот накопил, вот еще присоукупил концертик, еще как каменщик. Положил камень, заплатили, не положил, не заплатили. Заполел, не заплатили. Пришел, опять кладу эту стену проклятую, опять заплатили. Ну, и я рад. Михаил Фланович, сейчас мы узнаем, есть ли у нас звонки в студию. Есть? Тогда давайте послушаем. Давайте, хотя зачем? Пожалуйста. Да, пожалуйста, первый звонок. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, вы только что говорили об удовольствии. Какое самое большое удовольствие, которое вы получаете от нашей жизни? Ух, каким голосом задан вопрос. От наших зрителей? От жизни. От нашей жизни? Самое большое удовольствие в жизни. Вот, а самое большое удовольствие для меня – это люди наши. А вот это не то слово, как раньше звучало, это мои зрители. Это самое большое удовольствие для тех, кто меня любит. Это я получаю взаимное, это чистая любовь, это чистое партнерство, как партнерство в любви. Я когда выхожу на сцену, я быстро говорю, потому что у нас мало времени, я не хочу быстро говорить. Когда кто-то подходит на улице и говорит, вы знаете, вы знаете, или кто-то мне пишет письмо, вы даже не понимаете, то я, для меня это самое лучшее и самое главное. Я говорю, что там на Западе мне бы платили в сто раз больше, но здесь запоминают. Там бы платили, здесь запоминают. Так вот, я выбираю то место, где запоминают. Пожалуйста, второй звонок. Здравствуйте, а детям ваш талант передался или чувство юмора не передается по наследству? Вот еще, вот знаете. Детям каким детям? У меня есть дети, да, но еще маленьких там очень много. И вот там всяких много. Поэтому я думаю, что да. Я думаю, что передался музыкальный передался талант. Я говорю, передался, думаю, страшно нахально. Значит, музыкальный. Один даже играет на кларнете. И чувство юмора это передается. Кстати, чувство юмора это чувство ритма. Это просто обыкновенный ум и музыкальность. Вот музыкальность, которая во всех этих листах существует, вот это и дает возможность писать. Это ритм. Здесь, 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 все время ритм. Я все время, я в ритме все время живу. Михаил Халкович, вы такой популярный человек. Что вас удержало от вот этой скользкой дорожки связи с властью? Так много людей сейчас вертится вокруг власти. Сколько людей меня сейчас обвиняло? Ой, ой, при власти, при власти. Нет, я не при власти. Я просто при жизни. Если я вижу, что Ельцин лучше, я буду поддерживать Ельцина. Если я вижу, что Ельцин хуже, я не буду поддерживать Ельцина. Я вот так вот. Но я никогда не буду избавив нас, пуще всех печалей. Я всегда буду сидеть дома. Я не буду при них находиться. Все время подходить к министру. Здравствуйте, здрасте. Потому что нет у меня бизнеса. Нет эшелонов с мазутом. Ничего у меня нет. Нет, я не при власти. Я при себе. Но я хочу, чтобы стоял президент, не обижающийся. Я очень боюсь, что мы выберем президента, который будет обижаться на критику, на все. И долго нам потом не забудет этого. Большое спасибо, Михаил Михайлович. Мы кончили на очень серьезной ноте. У нас заканчивается эфир. Остается ровно 5 секунд. Попрощаемся. Попрощаемся. Счастливого Нового года мне и вам со мной. До свидания. Сегодня час пик был для вашего любимого человека. До свидания. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин